Кстати, вот интересно насчет терминов этих. Дий просто означает «действительный». Настоящий бог действительности, который есть и все. Но он же сейчас явный властитель, поэтому появляется его имя «Диявол». Как это? «Диявол», то есть «действительный явный властитель». А, отсюда и этот термин появился, да? Ну да. Дальше смотри. «Сет» от древнего корня «Свят». Ну да, я слышал по Сидорову, Сидоров говорит, что это «перебежчик». Дальше «Свят», потом это превращается в корень «Сет», сохраняется в египетской мифологии. Потом египтяне говорят, что это очень злой бог, вот такой вот демонизируют его очень сильно. И уже как бы из разряда богов стараются воспринимать его не совсем богом, а чуть ли не демоном. Вот как ты говоришь, ой, это же дьявол такой. Я имею в виду не демоном, я имею в виду неуправляемая злая сила. А он не злой, он просто бизнесмен. Войн, бизнесмен, маг. Ну это опять же, ты пытаешься, значит… Я так понимаю. Ты пытаешься опору Эверест засунуть на персток. Ну это я понимаю, да, я не пытаюсь, я просто как я понимаю. И так вижу, как шот делает, и шо со мной сделали, понимаешь? Ну да, если ты придешь на Эверест, ты на персток можешь зачерпнуть чуть-чуть земли и сказать, да, вот, на персток заполкнется. А как они на суде сидят, если даю решет там есть, в теле или как? Или я такой маленький, думаю, они такие будут там, ой-ой-ой, или как это выглядит? Ты помнишь вообще-то? То есть это не столько так, это скорее тоже как метафизические проекции. Метафизические проекции, то есть… Человеческое тело там им не надо. Там, я понимаю, что там выглядит человеческое. Стрибов сидит в огненных сполохах синего пламени. Он там как бы состоит из синего пламени, практически. И вот даже то, что проклятие… То есть многие люди даже не понимают, что происходит на самом деле? Да, конечно, проклятие гореть синим пламенем означает, это то, что когда Стрибов кого-то особо грешного находит, он его палит своим пламенем. То есть, и вот этот его огонь – это не огонь, в нашем понимании. Потому что весь огонь, который здесь, – это огонь под огней с марглом проявлением рака. Но у него это явление, похожее на огонь, очень похожее. Но все-таки не огонь. Хотя действует почти точно так же. Так же состоит из множества сполохов, так же жьет и так далее. То есть, ты читал, может, в детстве есть такая сказка «Волшебник изумрудного хора», да? Слышал. Слышал. Там, короче… Ну, в общем, идем дальше. Да. Его корень – эсет, то есть святой. Это он себе такой титул взял, хороший. Или другое значение – это как сидящий на престоле. Но египтяне рядом с ними находились хананэи, а общались они даже с семитами, общались они и с греками, в частности, очень близко общались одно время с шумеракадцами. С шумеракадцами. С шумеракадцами. С шумеракадцами. Как вы такие? Ну, шумер и акад – это два древних государства в Месопатаме. Шумер я знаю, а акад – нет. Ну, изучай историю, в общем. Но… И получается, что по шумеракадски небеса – это ан. Они называли небеса в честь Бога пространства. Получается, а по-хананейски Бог – это Эл или Эль? Сет-Анаэль. Сет-Анаэль, да? Сет – небесный Бог. Сет – небесный Бог. Ну, да. То есть, как его имя – дьявол, так и его имя – Сет-Анаэль, оно ничего изначально плохого не имеет. Ну, то есть, репутация валит сама за зеленый. Ну, да. Поэтому… Сет-Анаэль. Многие читают там тайную книгу Иоанна и говорят – о, так это что, проверили сет-Анаэль? А на самом деле нет. На самом деле, там имеется в виду тайные книги Иоанна, под термином Сет-Анаэль имеется в виду Иеговка. А, кто его там так обозначил? Иоанн. Ну, это ты издал эту книгу? Ну, писал ее Иоанну. Ты ее просто передал и дал свое видение определенное, да? Я хотел бы ее перечитать. Я ее не привез. А? Я ее не привез.